Это видео – важное предупреждение для всех инвесторов. Похоже, мы находимся на пороге глобального маржин-колла. Я не люблю делать подобного плана в видеоролике, но проигнорировать красные сигналы, которые мы сейчас получаем, тоже не могу. Ты должен об этом знать. Итак, что такое маржин-колл и как он происходит? Для того, чтобы произошел маржин-колл, необходимо выполнить три условия. Во-первых, ты занимаешь деньги, чтобы что-то купить. Затем эта вещь, которую ты купил, падает в цене. И третье, что происходит, это то, что человек, у которого ты занял деньги, чтобы купить эту вещь, заставляет тебя продать ее, чтобы ты смог вернуть ему деньги, которые одолжил. Момент, когда он заставляет тебя продать купленную за одолженные деньги вещь, чтобы вернуть взятые деньги обратно, и называется маржин-коллом. Ну а прежде, чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Практически на каждом из последних видео мы набираем по 4 тысячи лайков. Это просто невероятный результат на таком рынке, когда криптовалютой интересуется все меньше людей. И я сердечно благодарю каждого из вас за поддержку. Спасибо большое. Большинство инвесторов знакомы с этим понятием, когда взаимодействуют с брокером. Например, инвестор очень оптимистично относится к акциям Apple и хочет купить 100 акций Apple по цене 100 долларов за акцию. Но если инвестор не хочет выкладывать все 10 тысяч долларов для этой покупки, он может занять деньги у своего брокера. Допустим, он взял в долг половину суммы, то есть купил акции на свои 5 тысяч долларов и еще на 5 тысяч долларов, взятых в долг у брокера. В идеальном случае он дождался, когда цена акций выросла в два раза до 200 долларов за штуку. Затем он продал 50 акций по 200 долларов и окупил вложенные 10 тысяч долларов. 5 тысяч из них он забирает себе, вернув свои деньги. А затем отдает и маржинальный долг и еще 50 акций оставил себе. В теории звучит неплохо. Мы окупили вложения, вернули долги и получили какой-то бонус в виде остатка акций. Но мы все знаем, что на практике все могло бы пойти совершенно иначе. Возьмем, к примеру, акции Coinbase. Если бы инвестор решил купить Coinbase, он бы дождался первоначальной распродажи, а затем после отскока цены решил, что все распродажи уже закончились и пора закупаться на всю котлету. Он решил купить акции Coinbase с маржинальным долгом по 350 долларов за штуку. А далее акции Coinbase рухнули, после чего брокер заставляет инвестора продать их, чтобы вернуть хотя бы свои деньги. Потому что если я займу у тебя 5000 долларов, а затем использую 5000 своих собственных долларов на покупку акций, которые после этого рухнут до нуля, у меня не останется ничего, чтобы расплатиться с тобой. Именно поэтому брокер хочет убедиться в том, что он заставляет инвестора продавать достаточно долго, чтобы у инвестора, по крайней мере, было достаточно денег, чтобы расплатиться с брокером. Но есть кое-что, о чем большинство людей не знает. Долговые обязательства покупаются с маржинальным долгом в большей степени, чем акции. Именно так, если ты покупаешь такие вещи, как облигации или казначейские облигации, ты можешь использовать кредитное плечо для покупки этого долга. И да, долг сам по себе тоже является кредитным плечом. Вот такая долговая матрешка. Например, в компании Charles Schwab, брокере, который управляет активами на 7 триллионов долларов, средний розничный инвестор может купить казначейские векселя и при этом должен внести только 10% от их стоимости. Именно так, если ты хочешь вложить 100 тысяч долларов в казначейские векселя, тебе потребуется всего лишь 10 тысяч долларов. И это сделать может любой средний розничный мелкий инвестор. А после покупки цена на эти казначейские векселя может упасть до такой степени, что твои инвестиции могут составлять всего 4% от изначальных, прежде чем брокер заставит их продать. Таким образом, мы понимаем, что рынки долговых обязательств во всем мире гораздо более закредитированы, чем рынки акций. Но настоящие проблемы исходят не от розничных инвесторов, а от крупных финансовых институтов, особенно банков, которые работают с долларом глобально по всей планете. Как работает эта глобальная система? Когда кто-то в Соединенных Штатах покупает что-то в другой стране, этот человек отправляет доллар на банковский счет получателя за пределами США. Таким образом, за границей появляется доллар, который существует вне контроля, надзора и регулирования ФРС США. Теперь этот доллар является активом для банка-получателя, а значит, банк уже может выдавать кредиты под него. А этот кредит – это доллары, которые попадают на чей-то банковский счет. И когда эти новые доллары, которые только что были заимствованы, оказываются на чем-то банковском счету, они становятся новыми активами, под которые опять можно брать новые долларовые кредиты. Причина, по которой это является проблемой, заключается в том, что, во-первых, никто не знает масштабов того, что уже произошло, как далеко мы зашли в этом. Есть только предположительные оценки. По отчетам Всемирного экономического форума, в мире существует приблизительно 65 триллионов долларов скрытого долларового долга. Сейчас эти финансовые институты, держатели этого долга, находятся не в лучшем состоянии, особенно европейские. Их балансы находятся в огромных минусах, так как из-за повышения ставок и так далее, они держат кучу активов, чья стоимость сильно упала. Они находятся в гораздо худшем состоянии, чем даже американские банки. А как ты помнишь, в марте этого года несколько из американских банков объявили о банкротстве. И коллапсов было бы намного больше, если бы ФРС США не начала держать банки буквально на искусственном дыхании. Это означает, что в любой момент в мире может возникнуть катализатор, из-за которого некоторые из этих финансовых институтов по всему миру будут вынуждены ликвидировать свои активы, то есть продать проблемные долги, чтобы получить хотя бы какое-то количество долларов. Но это лишь 50% этой истории. Процентные ставки находятся на грани прорыва. Доходность 30-летних казначейских обязательств США находится на самом высоком уровне с 2011 года. В такой же ситуации обнаружили себя и 10-летние казначейские обязательства. Их доходность находится на самом высоком уровне с 2007 года. Не будем копаться в подробном техническом анализе, но и так видно, что мы штурмуем 15-летние уровни сопротивления, которые могут стать точками прорыва вверх. А значит, доходности облигаций могут стать еще выше. И что с этого? Между доходностью и ценами на облигации существует обратная корреляция. Процентная ставка по облигации – это просто функция цены облигации. Поэтому если мы получаем 101 доллар из вложенных 100 долларов, то процентная ставка доходности составляет 1%. Если же мы получаем 101 доллар дохода, вложив 50 долларов, то доходность уже 102%. Поэтому, когда доходность облигаций повышается, цены на облигации снижаются. И на графике все говорит о том, что цены на облигации рухнут, когда процентные ставки и доходность резко возрастут. Но есть ли какой-то катализатор прямо сейчас, который это спровоцирует? Давай рассмотрим 4 основных игрока на рынке казначейских обязательств США. И все они, как ни странно, становятся продавцами этих облигаций. Во-первых, это Китай, который 10 лет назад держал в казначейских облигациях США 1,3 триллиона долларов, но сегодня он держит их на сумму всего лишь 835 миллиардов. И эта распродажа только начинается. В одном из моих последних видео я рассказывал обо всех проблемах, которые сейчас испытывает Китай. Их экономика буквально разваливается. Они решают эту проблему, снижая ставки. И они даже начали печатать деньги, что вредит их валюте. И в результате они вынуждены продавать еще больше казначейских облигаций США, чтобы получить капитал для помощи и своей национальной валюте, и национальной экономике. Таким образом, второй по величине держатель казначейских облигаций США, Китай, уже является крупнейшим продавцом. И, скорее всего, скоро будет продавать еще больше. Но есть и более крупный игрок, чем Китай. Это Япония. В настоящее время Япония владеет казначейскими облигациями США на сумму 1,1 триллиона долларов. К сожалению, страна находится не в лучшей экономической ситуации. Соотношение долга к ВВП страны составляет головокружительные 260%. Их валюта по отношению к доллару тоже рушится. И в то же время они пытаются изменить систему контроля кривой доходности, ведь старая вредит Японии еще больше. Кроме того, они имеют дело с демографической катастрофой и стареющим населением. И эти активы на сумму 1,1 триллиона долларов сейчас выглядят для Японии весьма привлекательно в качестве спасительного фонда, который можно начать продавать, чтобы получить настоящий кэш. Что ж, они уже это делают. Только за 2022 год баланс американских казначейских облигаций в Японии снизился с 1,3 триллиона долларов до 1,1 триллиона долларов. Таким образом, за пределами Америки крупнейший держатель казначейских облигаций США, Япония и второй по величине держатель Китай продают. Продают на большие суммы, толкая цены вниз, тем самым толкая процентные ставки доходности вверх. Вот он, катализатор. Но это еще не все. Есть еще третий игрок на этом поле. Вспомни 2021 год, когда ФРС заговорила об ужесточении. И общим ответом было, что невозможно обернуть пирамиду вспять. Но посмотри на это. Хотя количественное ужесточение за последние пару лет было просто каплей на фоне количественного смягчения, которое они проводили в прошлом, нельзя спорить, что баланс ФРС США абсолютно точно снижается. Последний раз такой низкий уровень баланса был зафиксирован в июле 2021. Однако ФРС США до сих пор располагает значительным количеством казначейских облигаций США. Это около 5 триллионов долларов или же 20% всего рынка. В настоящее время ФРС США абсолютно точно не является их покупателем. Когда баланс ФРС США сокращается, как мы видим на этом графике, это означает, что они их продают. И сейчас многие ожидают, что ФРС США скоро изменит свою позицию, но что более вероятно, что они всего лишь сделают небольшую паузу. То есть они прекратят повышать процентные ставки, а на последней встрече ФМС они четко дали понять, что будут продолжать сокращать свой баланс. То есть продавать даже в том случае, если рост процентной ставки прекратится. Итак, теперь у нас есть Китай, Япония и ФРС. И все они продают казначейские облигации США. Самый крупный игрок из всех. Это само правительство Соединенных Штатов. И важно понять, что заимствование долгов правительством это то же самое, что и продажа долга. Когда существующий долг покупается и продается, единственное, что происходит, это смена владельца этого долга. Когда выпускается новый долг, то есть правительство берет в долг еще больше денег, ему требуется покупатель. Это точно такой же эффект, как если бы кто-то другой, кто владеет существующим долгом, решает продать его. Ему точно нужен кто-то, кто придет и купит. Таким образом, по мере того, как правительство занимает все больше и больше, возникает тот же эффект, что и при продаже существующего долга. Это оказывает давление на цены облигаций в сторону понижения, а на их доходность в сторону роста. И эта проблема будет усугубляться. Эта диаграмма показывает прогнозы бюджетного управления Конгресса по госдолгу США. По их собственным прогнозам, правительство США будет занимать по 5,2 миллиарда долларов каждый день в течение следующих 10 лет. Именно так бюджетное управление Конгресса оценивает объемы заимствований правительством США. И да, такие прогнозы делаются постоянно и почти всегда они оказываются заниженными по сравнению с тем, что оказывается реальностью. А в результате общий государственный долг превысит 50 триллионов долларов в ближайшие 10 лет. Какое же отношение все это имеет к маржин-коллу? Самые большие деньги и самые большие экономики на рынке казначейских обязательств США сейчас являются продавцами. Именно поэтому кажется, что процентные ставки вот-вот прорвутся к многодесятилетнему максимуму. В то время как цены на облигации выглядят так, как будто они готовы сорваться с обрыва вниз. Что мы помним из начала видеоролика? Что происходит, когда падают цены на то, что было приобретено на заемные средства? А происходит маржин-колл. Инвесторов заставляют продавать. Долговые рынки – это самые закредитированные рынки в мире. Ведь все долги во всем мире тоже приобретаются с использованием долгов. Просто потому, что это рассматривается миром как безрисковый актив. Ну а когда этот безрисковый актив падает в цене ниже той точки, которую кредитор или брокер считает более-менее безопасной для кредитора, и ниже которой, как он считает, инвестор уже не способен вернуть кредитные деньги, брокер заставляет инвестора продавать активы, чтобы выжать свои деньги обратно. А когда все начинают вынужденно продавать, это толкает цены вниз еще больше. Это означает, что все остальные тоже вынуждены продавать еще больше. Это и есть глобальный маржинальный колл. Сейчас, несмотря на недавнюю распродажу, S&P 500 и другие основные фундовые индексы все еще находятся вблизи исторических пиков. Как правило, традиционные финансовые рекомендации говорят о том, что доходность акций и доходность облигаций обратно коррелируют друг с другом. Вот почему финансовые советники советуют иметь так называемый 60 на 40 портфель, где 60% инвестиций – это акции, а 40% – облигации. Чтобы когда акции растут, а облигации падают, твой портфель был сбалансирован. Чтобы твой портфель вытащили акции. И наоборот, если внезапно фондовый рынок рухнет, акции пойдут вниз, то облигации вырастут и спасут твой портфель. Такое вот равновесие. Так-то оно так, но иногда это не работает. Когда происходит маржин колл, люди продают не то, что хотят, а то, что могут. Продают, например, то, что принесло им наибольшую прибыль, чтобы изначально не нести убытки. Это логично. В условиях, когда рынки акций находятся вблизи исторических пиков, многие инвесторы все еще находятся в прибыли. По многим акциям, особенно технологическим, это означает, что вынужденный маржин колл может легко спровоцировать обвал акций, особенно технологических. Но здесь следует сделать оговорку. Есть множество людей, которые не согласны с тем, что одновременно произойдет распродажа и акций, и облигаций, и казначейских обязательств. Если мы начнем наблюдать распродажу акций и корпоративных облигаций, то произойдет бегство капитала в безопасные места, когда все будут покупать казначейские облигации, и это приведет к снижению процентных ставок доходности по казначейским облигациям США. И вполне возможно, что так и произойдет. Но, как отметил недавно Рей Далио, последние несколько лет привели к перемещению огромного количества богатства из государственного сектора в частный, в результате чего баланс государства оказался в плохой форме. Эта ситуация очень напоминает мне сцену из фильма «Бэтмен. Начало». В конце фильма комиссар Джеймс Гордон смотрит на Бэтмена и спрашивает, что ты собираешься делать с этой эскалацией? Бэтмен в ответ задает вопрос, а что значит эскалация? Джеймс говорит «Мы используем бронежилеты, а они начинают использовать бронебойные снаряды. Ты начинаешь одеваться, как летучая мышь, а теперь мы получаем клоуна, который разбрасывает повсюду карты с Джокером». То же самое происходит и с вмешательством в экономику. Это эскалация, растянутая на десятилетия. Каждое решение закладывает семена для еще более серьезного кризиса. Мы начали со снижения ставок, чтобы смягчить последствия лопнувшего пузыря Даткомов. Таким образом мы заложили семена для финансового кризиса 2008-го. И тот кризис уже не решить простым понижением ставок. Приходится включать политику количественного смягчения и спасать банки. Это закладывает основу для еще большего пузыря в начале 2019-го и в конце 2020-го. И когда этот пузырь лопает, опять же, недостаточно делать то, что мы делали в прошлый раз. То есть снижать ставки, проводить количественное смягчение и спасать банки. Теперь нам приходится делать ставки нулевыми, как вот здесь. Теперь вам приходится сделать ставки нулевыми и печатать деньги, как сумасшедшие, чтобы спасти не просто банки, а вообще всех. То есть все решения приводят только к перемене местоположения риска. Сначала это были технокомпании, затем банки, затем жилье. Сегодня это вся экономика вообще. И я расскажу тебе о том, как правительство США хочет решить эту проблему. Причем с помощью криптовалюты и биткоина. Но это будет в следующем видео. И если тебе будет это интересно, не забудь поставить лайк, чтобы я это видел. Но где сейчас происходит эта эскалация? Да в самом центральном правительстве. Поглотив все риски в любых шестеренках системы, оно находится в худшем положении за последние 40 лет. Мне не кажется более правдоподобной история о том, что мы сейчас наблюдаем бегство инвесторов в казначейские обязательства. Мы этого не видим. Поэтому бегство в доллар США выглядит правдоподобнее. Четыре крупнейших игрока на рынке американских казначейских обязательств продают их за доллары. Это может спровоцировать безумное бегство в доллар в глобальном масштабе. Поскольку большинство долларов, существующих в евро-долларовой глобальной системе, это просто долговые расписки в долларах. Это в свою очередь может привести к резкому росту индекса доллара США. Но что же делать в этой ситуации? Ну, во-первых, я, конечно, не предлагаю продавать все и переходить на наличные, потому что я могу ошибаться. Я же не провидец, в конце концов. И даже если перейти в наличные доллары на брокерском счету или на банковском, далеко не факт, что ты получишь прибыль на последовавшем за этим крахе. Например, коллапс банка, на счету которого ты хранил свои наличные, все равно приведет к потере. Потому что каждый доллар на депозите все равно остается просто долговым обязательством, а не физической купюрой. Поэтому я, конечно, не предлагаю пытаться угадать тайминг, время на рынке. Но когда риски так велики, я считаю, что неправильно не хеджироваться. Даже на нормальных рынках в нормальные времена разумно хеджироваться, чтобы если что-то случится, ты смог извлечь из этого выгоду. А значит, по крайней мере, будь готов покупать, когда все продают. Для меня этот потенциальный глобальный маржин колл кажется идеальной возможностью, если ты хочешь купить. Мы находимся в новом экономическом цикле. Следующие 40 лет будут выглядеть совсем иначе, чем последние 40 лет. Но в последние 40 лет доходность облигаций падала на протяжении 4 десятилетий подряд. Этому предшествовала эпоха, когда доходность облигаций росла 4 десятилетия подряд. И по всем показателям, сейчас мы вступаем в новую эпоху, которая будет похожа на 40 лет, предшествовавших предыдущим 40 годам. Это означает, что то, что работало с 1980 по 2020 годы, уже не будет работать вперед с 2020 по 2060. Больше не стоит бросать деньги в пассивный индексный фонд, зарывать голову в песок и надеяться, что в 70 лет он обеспечит твою пенсию. Сегодня инвесторы должны быть умнее, они должны быть активными и должны быть хеджированы. Они должны быть готовы к этим возможностям, что грядут. Когда все будет рушиться, это хеджирование позволит им накопить те активы, которые они хотят по вкусным ценам. Лично я нацелен на биткоин. И когда вся существующая система будет трещать по швам, я надеюсь, что инвесторы старого мира увидят альтернативу в биткоине. И именно поэтому лично для меня происходящее – это огромный плюс для главной криптовалюты и для тех, кто хочет в нее инвестировать. Ну на этом все, меня зовут Богатий Ищиди, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok